На сцену под ваши аплодисменты мы приглашаем генерального директора ООО «Рик Холдинг», управляющая компанией торгово-развлекательного центра «Виктория Плаза», город Рязань, Александра Родионова и партнера компании «Глобал Интеллект Сервис», члена департамента по развитию продукта Сергея Голуба. Поаплодируйте им погромче, я реально хочу такой пиджак тоже, если мой размер остался. Здравствуйте, здравствуйте. Мы специально Константина попросили по поводу пиджаков, да, мы просто не договаривались, да, в отличие от аэрата, от тех спикеров, которые были перед нами, мы вообще не спикеры, вообще как бы не профессиональные аэраторы Маута, вы видите, как мы оделись. Если были бы девочки, наверное, была бы драка. Она, в принципе, была. Давай вот здесь помолчим. Вот. Да, в свою очередь аэрат, конечно, сделал выступление свое, в своем выступлении аэрат рассказал про торговые центры, облегчил нас чуть-чуть путь, вот, и давайте мы расскажем, как это было. Виктория Плаза, торговый центр, это не первый кейс, да, то есть у нас были до этого опыты работаем с торговым центром, да, есть партнеры, которые как бы научились работать, но Виктория Плаза, это был первый кейс по той механике, про которую мы вам расскажем. Но сейчас, в первую очередь, я хочу вам начать свое выступление, это вот с такой своего рода разминки. У меня к вам задание. Нужно соединить все эти точки четырьмя линиями, не отрывая руку, скажем так, от листа бумаги. На самом деле это элементарная задача, но немногие с этой задачей могут справиться. Вот прям буквально там 10 секунд, посмотрите, попробуйте это сделать. Нет, не надо. Вот, ответ, ответ на самом деле очень прост. Когда мы, короче, проблема этой задачи в том, что мы сами ограничиваем себя рамками. И эти рамки нам мешают видеть больше возможностей, которые как бы предоставляются нам. И поэтому, если мы линию просто начнем выводить за точки, то эта задача сразу исполнится. Ну и начинаем непосредственно рассказывать про тот путь, который был нами создан. То есть изначально мы знаем, что компания создавалась лишь для мелкого микробизнеса. То есть как бы это, может быть, обидно не звучало, но как бы основной вектор был в этом направлении. Но мы всегда понимаем, что мы хотим как бы что-то большего. Мы хотим идти в большие, мы хотим идти в интересные переговоры. И так состоялись, ну примерно три года назад, состоялись первые переговоры с торговым центром Виктория Плаза. На котором я как партнер подошел к Александру. Говорю, Александр, смотри, вот идея, вот твой бизнес. Как насчет того, чтобы пообщаться? Он говорит, ну прикольно, но у меня бизнес в другом. Мой бизнес заключается в том, что у меня есть арендаторы. Мой бизнес заключается в том, что они своевременно платят аренду. А вот этой истории под названием UDS, кто этим будет заниматься? Я говорю, понял. Спустя год я к нему возвращаюсь и уже говорю, Александр, смотри, у нас есть для тебя новое решение. Он говорит, это уже поприкольней. Но опять же у меня к тебе вопрос, кто этим будет заниматься? Собирая обратную связь, собирая обратную связь от общения с Александром, да, и благодаря как бы взаимодействию моему с Айратом, появляется третье решение, показав которого сразу прозвучал вопрос, когда мы будем приступать. В чем же заключается это решение? Оказалось бы элементарно. Нам не надо больше рассказывать об этом арендаторам. Не надо показывать ценность продукта на старте. Нам наша задача просто показать механику, что человек, совершивший покупку, получает на кассе чек. На чеке отображен QR-код. Он сканирует QR-код через мобильное приложение UDS, копит баллы. Накопленные баллы он уже может потом обменять на стойки администратора, либо на какие-то сертификаты, либо есть механика участия в розыгрыше призов. Что от этого начал получать торговый центр? В первую очередь, что от этого начал получать клиент? Клиент начал иметь более выгодные покупки. То есть он получает привилегию у арендатора, получает привилегию у торгового центра. Что начал получать торговый центр? Когда мы только начинали переговоры, я всегда говорил, Александр, поймите, у вас стоят в лучшем случае счетчики, вы видите потоки. Но вы вообще не знаете, кто ваши люди, кто ваши клиенты, как часто. Вы просто показываете сухую цифру арендатору и говорите, смотрите, у нас есть трафик. Но какой это трафик? Куда он приземляется? И самое главное, у вас нет точки взаимодействия с трафиком. Вот торговый центр начал видеть, кто они, как часто они. А главное, он получил точку коммуникации с той аудиторией. Потому что все люди, которые сканируют чеки внутри торгового центра, они автоматически становятся в базе торгового центра. А что получил UDS? Соответственно, как бы вопрос всех ваш. А ответ UDS получил надежного партнера в виде торгового центра. А дальше у нас началось внедрение. И как оно происходило, об этом расскажет Александр. Всем добрый день. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за ваше внимание. Внедрение на самом деле проходило достаточно тяжело, как уже об этом сказал Сергей. Три года назад мы в принципе не видели в этом какого-то смысла. Год назад идея нам понравилась. Но мы столкнулись с, наверное, одним из самых важных и ключевых проблем для всех. Это человеческий фактор. Наш отдел маркетинга отказывался принимать данную идею в работу. При любых условиях, каким бы образом мы ни пытались до них донести эту ценность, они не понимали, зачем им это нужно делать. Следовательно, после определенных действий, о которых я расскажу чуть дальше, мы смогли до них это донести. Вторым моментом была работа администраторов, которым была поставлена задача собрать чеки с арендаторов. Они их не собрали по каким-то неведомым причинам на тот момент. И также до арендаторов не была донесена ценность продукта, зачем им это нужно. И в принципе, как, наверное, если здесь есть представители торговых центров, у них, у арендаторов ключевая проблема в том, что они думают, что за все нужно платить. На этапе вот этого всего процесса мы пришли к пониманию, что очень важно готовить рекламные поверхности сразу. То есть разрабатывать весь дизайн, продумывать его, прорабатывать все места возможные, которые можно задействовать под те же самые наклейки на эскалаторах, наклейки на полу, афиши и прочее. Ну и, соответственно, как бы соцсети, которые уже на тот момент работали. Второе решение – это было назначение ответственных лиц. Мы поменяли, как я уже сказал, что проблема была в маркетинге, мы поменяли двух руководителей, даже трех руководителей отдела маркетинга, мы поменяли менеджеров. И в итоге, да, уже… Спасибо. И в итоге уже, да, с новой командой у нас получилось донести до них ценность. Они приняли, тяжело, конечно, но приняли. И начали свою работу, да, производить в нужном русле, в нужном назначении. И третий момент, как я уже озвучил, это арендаторы. Арендаторы достаточно тяжелые ребята, и с ними бывает нелегко. Но главное для нас было донести ценность. И ценность мы доносили личными встречами, рассказывали абсолютно все плюсы, которые есть у EDS, у них нет минусов. И арендаторы в итоге благополучно это начали потихонечку принимать. Эти все правильные действия привели нас к нужным результатам. На сегодняшний день мы имеем 2364 клиента, всего лишь за два месяца работы. То есть то, что мы год назад начали переговоры, не говорит о том, что мы начали работу. Два месяца мы работаем полноценно, и за эти два месяца у нас есть 2364 клиента. Также за два месяца мы имеем 1737 покупок, которые по итогам оцифрованных чеков получаем 4 миллиона рублей. Как работает система на сегодняшний день? Сергей немножко объяснил, я углублюсь. Человек, приходящий в магазин, то есть клиент торгового центра и клиент наших арендаторов, совершает покупку на любую сумму, получает чек. На любом чеке по законодательству идет, на фискальном чеке идет QR-код. Человек сканирует этот QR-код, ему всплывает окошко о начислении определенного количества баллов, он их накапливает, и потом он получает возможность участия в ежеквартальном розыгрыше. Также мы имеем возможность участия в ежегодном розыгрыше, где будет разыгрываться более, так скажем, серьезный, интересный приз. И имеем возможность обменивать эти баллы на площадки торгового центра. То есть можно получить такие плюшки, как, например, бесплатная парковка на крытом паркинге на месяц, на три месяца и на полгода. А также сертификаты от арендаторов, которые соглашаются потихонечку уже, так скажем, составлять часть UDS. Наша задача оцифровать всю базу покупателей торгового центра, желательно, конечно, всего города, в данном случае это 500 тысяч человек. Также иметь влияние на их возврат и по итогу управлять потоками для того, чтобы на арендаторов, так скажем, направлять определенное количество людей по их запросу. Ну и, как уже рассказывали, соответственно, зарабатывать на рекламе. Наш план оцифровки клиентской базы за первый квартал этого года прийти к 8000 человек, за второй к 20, за третий к 30 и, соответственно, четвертый к 50. Но хотелось бы оцифровать как можно больше. Спасибо, Александр. А закончить наше короткое выступление я хотел обратить ваше внимание на тот первый посыл, который я дал с задачей. Теперь у меня к вам следующая задача. Вы пишите 4-5 компаний, людей, которые, по вашему мнению, как бы должны быть с нами, но существуют какие-то рамки. Вот вы пишите, создайте этот список, идите к нам, в команду профессионалов ЮДС, к вашим кураторам, к ребятам, которые занимаются внедренцами. Давайте вместе убирать эти рамки. У нас все. Спасибо. Нет, у нас еще не все еще раз. Давайте громкие аплодисменты в этот сложный год для торговых центров в том числе. Такие фантастические результаты. Сергей Александр, вам подарки и шквал аплодисментов. Продолжение следует...